всем привет друзья с вами снова владимир чайкин и таня и мы снова в походе и сегодня у нас будет такое довольно необычное для нас видео мы решили снять для вас топ-10 снаряги которая понадобится вам точнее не понадобится а может пригодиться вам в осенних походах для опытных туристов все это лажа и не интересно а для тех кто только начинает ходить может будет полезно ну и для опытных туристов просто можно посмотреть какой топ мы собрали для себя в общем 10 вещей которые пригодятся вам в осеннем походе начнем с конца 10 место мы выделили для сидушки сидушка неотъемлемая часть походов тем более осенних походов если летом можно посидеть на нагретом солнце песочке или камушки или полень и то осенью земля уже холодная можно быстро навредить своему здоровью и тем более все такое мокрое уже сырое и все пачкать штаны так что сидушка законно занимает десятую позицию нашего топа на девятой позиции нашего топа разместились гамаши гамаши фонарики бахилы все одно и то же каждый называет по-разному но смысл один эта штука отлично защитит ваши ботинки от утренней росы от переходов по мокрой высокой траве по густому подлеску и не даст воде залиться сверху в ваши ботинки если летом промокшие ботинки можно быстро высушить на солнышке то осенью это уже становится проблематично и может привести простудным заболеванием или просто испорченному настроению и впечатлению от всего похода восьмое место в нашем топе занимает тент если в летнем походе можно переждать кратковременный дождик в палатке или там просто пересидеть его где-нибудь под деревом то в осенних походах дожди бывают затяжными тем более когда вы идете группой в осенних походах тент создает какой-то отдельный особый уют когда вы растягиваете над костром тент и все-таки вместе дружно сидите под тентом ну разумеется в дождливую осеннюю погоду нужно какое-то рабочее место чтобы приготовить еду там просушить вещи а если идет дождь то тент вам очень пригодится седьмое место мы отдали топору и пиле если в летних походах можно обойтись горелочкой не заморачиваясь приготовить на ней еду и чтобы не жарится у костра просто все готовить на газу то в осенних походах уже по вечерам довольно холодно и хочется погреть озябшие после перехода руки у костра и конечно вам пригодятся топор и пила может какие-то не совсем большие как для зимних походов такие вот миниатюры вполне могут вам пригодиться и обеспечить вам теплый вечер у костра шестое место мы отдали самонадувающемуся коврику извечный спор между туристами что же лучше пенка или самонадувашка конечно в летних походах наверное удобнее ходить с когда вы можете постелить около костра поваляться или где-нибудь на пляже расстелить позагорать но в осенних походах нужна какая-то более мощная тепловая прослойка между вами и холодной землей и все таки в осенних походах наверное лучше самонадувающийся коврик потому что он обеспечивает лучшую термоизоляцию и более толстую тепловую прослойку между сырой землицей и вашим телом ну и это поможет сберечь вам ваши почки и вообще ваше здоровье и не простудиться ночью от холодной земли на пятом месте у нас разместилась палатка но не просто палатка а палатка с хорошим тентом что я подразумеваю под хорошим тентом этот тент с пропиткой выше 3000 миллиметров водного столба этот тент одно лучше всего 10 тысяч при таких характеристиках палатка выдержит даже сильный дождь во всяком случае пока она не совсем старая и не рассыпается и вы не будете просыпаться ночью от кого-то холодного душа или от того что на вас капает с потолка и ваша палатка протекает при трех тысячах и выше лучше конечно выше в палатке вы будете чувствовать себя полностью безопасно и защищенно и не будете волноваться за то что на вас что-нибудь там накапает конечно летом можно обойтись и без палатки поспать где-нибудь под тентом или вообще просто под открытым небом посмотреть на звезды и насладиться летним вечером но осенью такой фокус уже не проходит утром выпадает обильная роса ночью бывают заморозки дождь ветер и конечно лучше иметь с собой хорошую палатку в которой можно при необходимости спрятаться на четвертой позиции у нас находятся теплые вещи конечно в летнем походе они не нужны можно походить и в шортах и в майке если там пошел дождь или какая-то непогода потом все быстренько просушить но в осеннем походе лучше запастись теплой флисочкой термобельем теплыми носками чтобы ночью не попасть в просак потому что уже могут наступать заморозки и ночью могут быть холодными а у костра хочется посидеть и чтобы у вас там не замерзала спина ну или если у вас недостаточно теплый спальник то можно облачиться в теплые шмотки и как-нибудь более-менее хорошо провести ночь так что теплые вещи неотъемлемая часть осеннего снаряжения третье место мы отдаем теплому спальнику ну как теплому спальнику скажем летом достаточно что у вас просто есть спальник вы не задумываетесь о его каких-то тепловых характеристиках есть и нормально а нет и можно просто накинуть на себя куртку и где-нибудь там переночевать в общем летом температура вашего спальника вас не тревожит в основном осенью же все немного иначе осень начинает диктовать свои правила и ночи бывают довольно холодными и тогда тепловые параметры вашего спальника становятся довольно важной штукой о которой вы начинаете задумываться когда вам приходится напяливать на себя всю как одежду которая у вас есть и стуча зубами в тоненьком спальнике коротать холодную осеннюю ночь так что спальник для осенних походов стоит подбирать с подходящими тепловыми характеристиками для температуры в вашем регионе осенью второе место мы отдаем хорошим трекинговым ботинком для походов летом можно все пройти в кедиках или там в кроссовочках и не заморачиваться по этому поводу осенью же мы конечно понимаем что повсюду лужи повсюду грязище и конечно никакие кеды вас уже не спасут в осенних походах нужно подумать о чем-то более серьезном но это могут быть как мембранные ботинки так и просто хорошие кожаные трекинговые башмаки вечный спор о том что же лучше кожа или мембрана даже у нас стане постоянно возникает этот спор в принципе они создают друг другу здоровую конкуренцию это и другое подходит для походов как и мембранные ботинки так и просто кожаные ботинки с хорошей пропиткой замечательно подойдут для осенних походов в общем обувь не та вещь на которой нужно экономить тем более в осенних походах когда повсюду много воды ну и первое место первое место как-то так надо объявлять в топах мы отдаем мембранной куртки мембранной куртки некоторые предпочитают плащи пончо но в принципе можно спорить на этот счет мы все таки отдали место мембранной куртки потому что конечно осень это дожди осень это всякая влажная погода туман и роса это морозь и от всей этой хренатени вас спасет мембранная куртка вообще стала такой неотъемлемой частью туристического снаряжения не только в осенних но и вообще во всех остальных походах мембрана позволяет вашему телу дышать и при этом не пропускает влагу вашей одежде которая надета под курткой к вашему телу соответственно в общем неотъемлемая вещь для осенних походов когда дождь отнюдь не редкость вот такой вот топ-10 осеннего снаряжения получился у нас те вещи которые мы подобрали в этот топ ну в нашем понимании являются полезными в осенних походах конечно можно было бы сделать этот топ какой-то более хипстерский добавить туда фотоаппарат зенит для того чтобы запечатлеть осенние краски или нож для собирания грибов с кисточкой в общем наверное у нас получился не очень хипстерский но в принципе наверное эти вещи действительно полезны в осенних походах во всяком случае мы так считаем мы старались сделать топ как можно более объективным подобрать действительно важные нужные для осенних походов вещи надеюсь что-то у нас получилось потому что нас смотрят не только опытные походники но и ребята которые еще только собираются пойти в поход или там планируют свой первый поход надеюсь осень не станет для вас преградой потому что осенью самые кайфовые походы иногда даже лучше чем летом все такое красивое комаров уже нет все еще в сентябре еще тепло в общем осень не должна становиться каким-то препятствием да и вообще ничто не должно становиться препятствием перед хорошим походом на этом наверное все на такой вот радостной ноте мы заканчиваем наш топ подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте подписывайтесь вообще на все что только можно к то что связано с нами репостить и комментируйте ставьте лайки и И ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин, а Таня снимала меня на камеру. Пока!